Мои дорогие земляки, жители Славянского района, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. По традиции хочется сказать спасибо и добрые слова году уходящему. В работе у нас многое получилось. Построена новая школа, спорткомплекс, офис врача общей практики, отремонтирована детская поликлиника и Петровская больница. Новое благоустройство появилось в Славянске на Кубани, в станицах и хуторах. Мы сделали уверенный шаг вперед в экономическом развитии. Наш район сегодня входит в пятерку лучших территорий Кубани по многим социально-экономическим показателям. Во всем этом ваш большой вклад, уважаемые земляки. Мы вместе трудимся, решаем проблемы, радуемся достижениям. Мы все здесь живем и любим нашу родную землю. Конечно, новогодние праздники – это время, когда люди думают о хороших переменах в жизни, связывают с наступающим годом добрые надежды и заветные мечты. Пусть все непременно сбудется. А здоровье, счастье и благополучие будут спутниками каждой семьи, каждого человека. С новым 2019 годом! С праздником, дорогие земляки! У всех земляков, землячек, маленьких и взрослых искренне поздравляю с Новым годом. Новый год – это та отметка, когда мы подводим какие-то итоги и строим свои планы. Самое главное план – это чтобы в семье был достаток, было понимание, чтобы маленькие радовали взрослых, чтобы старики жили в заботе, в опеке. Очень приятно, когда, рассматривая большие и маленькие документы на краевом уровне, видишь те или иные точки роста Славянского района. Район сегодня пятерки лучших муниципальных образований. Последний визит губернатора продемонстрирую. Славянцы не молчали в зале, они поднимали живые вопросы, насущные, животрепещущие. Но краевая власть увидела, что здесь жизнь идет. Здесь есть планы, есть стройки, мы строим новую школу, мы откроем новый зал в Анастасиевской. Установка по очистке воды в Солодковском – это большой праздник для жителей этого хутора. Поэтому таких планов очень много. Вместе с людьми, рядом с людьми будем двигаться дальше. Всем крепкого здоровья, счастья, простых человеческих радостей. С Новым годом! Славянский район Увеличен в полтора раза. Это дает возможность нам строить новые планы, развиваться городу и району. Естественно, жизнь наших жителей становится лучше. Город становится красивее и комфортный для проживания. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта в каждом доме. С праздником вас! Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий, сотрудники правоохранительных органов все праздничные дни будут нести службу в усиленном режиме. Для них праздник – это не отдых, а время напряженной работы. С 20 декабря начались праздничные мероприятия. Это в детских садах и в школах начались елки. Данные мероприятия уже находятся под нашим контролем. Непосредственно сотрудники ПДН у нас уже заступили на круглосуточное дежурство и объезжают данные мероприятия. Отдел сам переходит на усиленный вариант несения службы с 29 декабря 2018 года. Будет задействовано более 150 сотрудников на все мероприятия. У нас совместно с администрацией составлен план мероприятий. И с 8.30.29 до 8.30 отдел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все мероприятия будут взяты под наш контроль. Чтобы новогодние праздники не были омрачены неприятными происшествиями, в эти дни необходимо проявлять умеренность за праздничным столом, чтобы потом не пришлось обращаться за медицинской помощью. Несвершнолетние дети не должны оставаться без присмотра родителей. Грядут очень большие новогодние каникулы, когда дети у нас начинают алкоголь пробовать, где-то курить в своих компаниях. И поэтому именно в это время нужен особый контроль со стороны родителей. В холодное время года увеличивается число пожаров. Основные причины возгораний – нарушение в работе электропроводки, несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов и газового оборудования. Также причиной пожара может стать даже простая гирлянда на ёлке. Поэтому, уходя из дома, выключайте все электроприборы из сети. Надвигаются большие выходные у нас, 8 выходных дней. Хотелось бы от имени отдела надзорной деятельности, от имени главного управления МЧС России по Краснодарскому краю обратиться ко всем гражданам и районам о соблюдении требований пожарной безопасности. Будьте очень внимательными в эти дни, не расслабляться, соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы выходные не были омрачены печальными событиями. Особую осторожность нужно проявлять при использовании передтехнических изделий. Приобретать их нужно в специализированных магазинах, использовать только после прочтения инструкции и соблюдением всех требований безопасности. Детям пользоваться пиротехническими изделиями категорически запрещено. Чаще всего дети получают ожоги. Хочется сказать, что не только дети, и взрослые. В состоянии алкогольного обвинения, как правило, используют пиротехнические средства, все это заканчивается серьезными проблемами и повреждениями. Чаще всего ожоги. Ожоги верхней конечностей, ожоги глаз. Непосредственно эти травмы могут привести к стойким проблемам со здоровьем или к инвалидности. Берегите себя и близких. Пусть праздники запомнятся вам только хорошими и позитивными событиями. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Восточный календарь определил 12-летний цикл, погравителем каждого года в котором является определенное животное, пришедшее по преданию на встречу с Буддой. Первой стала хитрая крыса. Второй сильный бык, тигр, пришел третьим. Последней же на встречу с Буддой пришла очень милое создание. Вот такая вот чудесная свинья. Стало традицией нашего предновогоднего эфира рассказывать вам о животных символах года. В год петуха мы говорили о петухах фазанов, в год собаки наряжали йоркширского терьера Ричи. Найти в этом году свинью оказалось нелегкой задачей. В условиях карантина жители района этих милых созданий не держат. Потому, чтобы познакомиться с мини-пигом Нюшей, нам пришлось ехать за 3-9 земель. Нюша – свинья актер. В этом году она принимала участие сразу в нескольких детских утренниках и очень радовала маленьких зрителей. Вообще свиньи легко поддаются дрессировке и очень привыкают к своим хозяевам. Слушаются их, но посторонних людей они немного побаиваются. Поэтому для того, чтобы Нюша чувствовала себя комфортно, нам пришлось переоблачиться в костюм Деда Мороза, привычный ей. Приставка мини к названию этого животного не совсем точно отражает реальное положение дел. Конечно, если учитывать, что обычная хаврония достигает 300 кг, то средний вес взрослого мини-пига в 60 кг – это действительно значительно меньше. Но далеко от представления многих о маленькой комнатной свинке. Нашей подруге Нюше всего 3 месяца, но она уже весит около 20 кг и будет расти до трёхлетнего возраста. Об этом должны знать те, кто хочет приобрести себе этот хрюкающий символ года. Недобросовестные заводчики иногда рекомендуют держать свинку на строгой диете, чтобы она сильно не росла. Но этого делать нельзя, так же, как и перекармливать животное, имеющее отменный аппетит. Селекционеры всё ещё продолжают работать над уменьшением размеров свиней. Но существующие сейчас так называемые микропиги в вопросе размера очень неустойчивы. Поросёнок, полученный от двух супермаленьких свинок, может вырасти и до 100 кг. Но если вас не смущает вопрос размера, то свинья по преданности и дружелюбности может дать фору многим другим привычным питомцам. И наша Нюша это прекрасно продемонстрировала, подружески пригласив к своей миске Кокера Найду, которая, к слову, является символом года уходящего. По поверью, символ года откладывает отпечаток на характер человека, рождённого под его покровительством. Так, год свиньи дарит людям усердие, сострадание и щедрость. Они целеустремлённые и добрые. В трудных ситуациях свинья остаётся спокойной и не впадает в панику. Родившиеся по знаком свиньи преуспевают в творческих профессиях. Наверное, именно потому среди людей, рождённых под покровительством года свиньи, такое количество известных имён. В их числе Олег Табаков, Владимир Набоков, Самуин Маршак, Аркадий Райкин, Константин Хабенский, Арнольд Шварценеггер, Эрнест Хемингуэй, Вольфганг Амадей Моцарт, Лучана Поворотти, Генри Форд и многие другие. И если вернуться к легенде про появление символов года, то можно отметить, что вразрез остальным животным свинья не сильно торопилась в этой гонке. Ей чуждо чистолюбие и желание наживы. Потому Будда подарил Хавроне самый хороший год. Год Кабана отличается изобилием и спокойствием, считают на Востоке. Мария Климова, Георгий Калинин, Хрюша Нюша, программа «События». Дорогие славянцы, пусть наступающий 2019 год будет для вас самым лучшим в вашей жизни. Дорогие мои, милые и ребята, и взрослые, мы вас всех поздравляем с наступающим Новым Годом. Надеемся, он вам принесет только самое хорошее. Мы вас очень любим. Пусть следующий год будет такой же богатый, как моя кормушка. Давайте петь и улыбаться, читать стихи, играть, смеяться, водить в круг ёлки хоровод. Сегодня праздник! Новый Год! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова